всем привет в этом видеоролике мы будем делать кошку вот такая голова у нас получится в первой части во второй части мы будем делать тело которое у нее будет на каркасе из проволоки но и третью часть мы сделаем одежду обувь сумка аксессуары но всякие украшения и так сегодняшнее первое видео первая часть это вот такая голова для этого нам нужны будут инструменты это ножницы щетка для валяния это иголочки разных номеров разной толщины шерсть разного цвета вот у меня здесь такая предложена до которого участвовала в изготовлении этой мордочки кружева платье такие мелочи натуральная кожа это будут ботиночки и так мы начинаем первая часть это голова пожалуйста и так любую заготовку мы начинаем с того что готовим шерсть мы чешем ее любой расческой удобный вот это щетка кошачья правда но она удобно начесываем пряди складываем их в разных направлениях немножко разрываем вот такой комочек уже у меня был приготовлен накладываем со всех сторон и нам нужен большой большой комок потому что шерсть уваливается очень сильно мы все это сваливаем вот таким пушистым ватным комком и начинаем работать иглой это номер 36 проваливаем пробиваем насквозь очень глубоко чтобы середина тоже была вся увалена нам не нужна пустота внутри этого шарика а шарик должен быть пугодным и определенной формы это конечно мало сейчас уваляю потом еще буду добавлять шерсть процесс длительный ну кто любит кропотливую работу это для вас вот увалялась каким-то образом тут получилось мордочка вдруг шучу конечно вот такие глазки миндалей видные игла снова 36 грубая толстая вот я делаю такие глазки по размеру вот таких вот кабошонов это стеклянная заготовка глаза на нее можно наклеить бумажный глаз можно покрасить вот по размеру такого но ведь вытянуты длины немножко глазки такие красивые на щечки конечно я добавляла шерсть получились такие шарики и грубой иглой пробиваем такую улыбочку ротик какой мы хотим видеть надеюсь получится улыбка монолизы носик обозначен но пока все это еще не очень ярко выражена небольшой подбородочек вот такая заготовка который бы я хотела увидеть конечно будет все это еще формироваться еще она мягкая и я хотела поменять шерсть хотя цвет шерсти вначале было молочная заготовка я хотела сделать белую киску потом процессе показалось что хотел надо сделать такими глазами очень яркую очень выраженная цветную кошку поэтому берем темную рыжую шерсть также начесываем делаем такие вот комочки и приваливаем по всей плоскости головы где вы хотите сделать какой-то рисунок цветной шерстью что-то добавить какие-то там полоски это можно обозначить это вот я сделала по центру будет белая шерсть такая звездочка ну и по бокам чтобы далеко не выходить просто отметила для себя хотела сделать симметрично ну вот так работаем с темно-рыжей шерстью и уваливаем все голову сверху таким цветом будет добавка шоколадного цвета будет добавка желтого цвета светло-рыжего и в итоге вот такая мордашка получилось со звездочкой в середине шоколадной полоски сверху уже есть вот мы еще добавляем каждый раз начесываем рвем шерсть и приваливаем как вы хотите получить какой хотите получить рисунок так и приваливайте эти шины кусочки шерсть рыжие рыжая темная рыжая шерсть уже хорошо увалена она уже крепко держится на поверхности коричневый еще пока только так слегка приваляли чтобы сохранить рисунок хотите сделать и симметричное можно сделать разные фантазийный рисунок вы знаете что кошки раскрашены бывает по-разному ну вот и желтенький такой цвет шерсть называется цвет шампанского а посередине у нас остается то кремовая шерсть которая была заготовки и мне показалось она немножко темновато выглядит я решил ее заменить на чисто белую белоснежную шерсть поэтому на спереди ставочка такая звездочка будет белая шерсть щеки тоже саму мордочку сделал из белой шерсти но и впоследствии придется сделать еще и белки у глаз потому что кабошон которым я приклею глазки будут весны цветные вокруг будут белые из белой шерсти белого цвета белки продолжаем работать шерстью это у нас уже ушки набираем две одинаковые кучки комочки два облачка таких одинаковых примерный объем примерный размер ухо которое мы хотим получить на губке хорошо большая плоскость очень уваливается одной иголочкой слегка подравниваю края и вот такая ручка которая держит пять шесть иногда семь игл вместе внутри на такой полуавтомат легко нажимается и конечно она делает уже большую плоскость гораздо быстрее чем одной иголочкой одна иголочка она просто помогает зафиксировать края убрать лишнюю шерсть вот с разных сторон перевернули еще потом побили поваляли снизу нижнюю шерсть там края которые немножко лохматые одной иголочкой можно все это подравнять снизу вот это шерсть я начала говорить возле ушка не уваливается мы будем крепить это ухо голове два ушка делаем одинаковыми ну вот первым не увалялась а второе немножко тонковато получилось поэтому начесом еще добавляем шерсти можно работать на той щетки которые вот у меня перед руками и такой вот удобной ручкой с большим количеством иголочек видно как бегает можно уваливать просто на коврике на поролоновой губке ну вот мы приваляли цветные полоски те что нам понравились по бокам сделали продолжение глаз будет нас такая персидская королева или персидская царица по бокам получится такой эффект немножко удлиненного глаза ну и кошачьи полоски такие бывают поэтому тут особенно фиксировать как правильно положить какой-то цветной кусочек шерсти не обязательно все что вам захочется то и делаете процессе когда я начинаю работать у меня созревает какой-то образ я начинаю его делать и даже вот на данный момент у меня приготовлена ткань кружева но поверьте к концу работы я поменяю полностью и кружева и ткань и сам образ тот который я видел он поменяется и так бывает часто потому что может быть настроение меняется может быть что-то еще влияет но каждый раз процессе работы происходят изменения которые от вас не зависят и игрушка получается немножко не то которую вы планировали сделать вот носик приваляли серой шерстью потому что черная шерсть мне кажется он будет очень ярко выделить выделяться мне бы не хотелось фиксировать внимание на нас на нос рыжий нос тоже мне кажется он скорее для маленьких котиков хотя может быть и взрослые кошки бывают с рыжим с розовым носом но я так потому что серой шерсть это было то что надо не сильно не ярко немножко заметно очень ровненько и сейчас мы уже это урабатываем не толстой иглой а иглой 38 игла называется корона у нее зубчики не по всей и не по всему лезвию а на конце поэтому иглой глубоко не уходит оба не ровняет поверхность ну вот я же говорил что у нас еще и на щечках добавится белая шерсть вот такие комочки мы сделали воздушные на обе щеки и на мордочке эти две щечки делаем одинаковыми ровненько укладываем уравниваем они совсем небольшие тогда получается такая маленькая мордочка миниатюрная кокетливая и все это приваливаем а потом уже начинаем уравнивать верхнюю ну поверхность сверху чтобы это было гладко чтобы не было никаких неровностей впадин ямок и и впоследствии мордочку сам вот этот носик мордочку и веки мы пушить не будем а вот голова у нас будет лохматая вот у нас появились ушки то есть таким же образом как мы делали рыжие вот я немножко еще подровняю у нас есть рыжая ушка еще и коричневая вон там от лежит сбоку но это всего лишь задняя часть уха то из сзади у кошки на затылке я планирую сделать коричневый цвет вся голова наверху на макушке будет полоска коричневого желтого рыжего мордочка будет темно-рыжая а вот задняя часть это затылок головы шоколадного цвета каким будет туловище вон там каркас рядышком валяется тут не вовремя он появился он будет такой вот бежевый молочный то есть мы не будем его делать никаким цветом он будет весь одет у нас в платье в кофточке в шарфиках поэтому основу цвета мы делаем только на голове вот у нас получается таких два ушка спереди темно-рыжая по бокам коричневая и сзади коричневой шоколадной ну и самой центре немножко светлые рыжины добавим на просвет у нас не получится просто просвечивающие ушки но сама серединка у нас будет посветлее можно уваливать набором который в ручке там 6 иголочек можно одной иголочкой как вам удобно но одной иголочкой все равно потом приходится немножко подравнивать почищать где-то какие-то ямки остаются где-то 6 не очень ровненько легла поэтому все это в процессе равняется все это раба урабатывается потом ну вот такая у нас мордочка такие два ушка мы это крепим и вот сейчас есть либо это кошка была вся в черном цвете но точно наша кошка пришла из мюзикл окошки на похоже немножко увалено все плотненько все готово сейчас мы начинаем приваливать эти ушки у нас в голове плотненько с одной стороны потом ответе край нижней он совсем у нас не увален делаем небольшую складочку делаем ушки так как нам хотелось бы чтобы они торчали или свисали это вы уже делаете когда вы хотите получить какой-то образ сегодняшние ушки у меня будут стоять точку такая у нас киса вся модная томная настороженная вот эти у нас ушки сзади коричневая а затылок еще не закрыт потому что сейчас мы ушки закрепим и у нас все равно вот этот след приваливание детали к другой детали он остается как-то неровным поэтому всегда сверху обычно добавляем другую шерсть это может быть тон в тон это может быть другого цвета но все равно вот этот среди место соединения всегда приваливаем ну вот такие полосочки можно сверху еще сделать вот и немножко светлые рыжины добавим вот тут на голову под ушка всегда у кошек как-то бывает тут на границе светлое пятно поэтому серединка ушка у нас светло-рыжая но этой шерсти светленькой добавили на голову чтобы границы резкой не было чтобы все это соединение перетекала от головы к уху ну вот в работе у нас 38 игла это универсально я люблю ее работать очень много операции можно ей делать разница только вот начинаем грубой 36 очищаем зачищаем это все у нас будет 38 корона звездочка разные вот и мы сейчас будем делать вики точно так же мы набираем определенное количество шерсти расчесываем начесываем его ровем складываем и делаем две полоски как ушки так же две полоски одинаковые потому что вики нам нужно сделать одинаково ровными и мы делаем эти две полоски 2 2 облачка одинаковыми два комочка вот эти чтобы они не отличались друг от друга ну вот сейчас одно будем делать форма век удлиненные маленькая деталь поэтому она в этой губке может потеряться не очень удобно край поэтому я подкладываю валеный коврик вот такой в один слой и уже уваливается на коврике так приваляли плоскость она еще совсем сырая жидкая складываем пополам и выравниваем край увариваем плотно нам это деталь нужна очень плотная прям такая вот как картонка край должен быть очень ровный никакой не мохнатый потому что вики у кошки не мохнатятся они хоть и покрыты шерсти но они не мохнатые вот и тем более мы сюда на край будем приклеивать ресницы нужно чтобы не было этой небрежности мы уравниваем немножко так подтягиваем волосики иголочкой под подравниваем и потом уваливаем снова и так получается конечно не очень быстро но очень тщательно нужно эту деталь сделать вот еще раз проходим полным комплектом и загибаем вот то что у нас еще не увалялось это работа даже в ускоренном темпе до занимает какое-то время когда ты просто работаешь руками конечно это не один вечер такая работа усидчивости требует терпение требует но и требует времени вот так у нас века будет выглядеть сначала мы закроем полностью весь глаз примерили потом когда будем приваливать века немножко поднимется откроет ровно столько сколько нам нужно это уже мы будем фиксировать тогда когда будем приваливать века ну вот такая у нас деталька получилось второе мы делаем точно так же вываливаем начинаем сначала вот у нас такой глаз я говорила что это стеклянные кабошоны мы его приложили этот стеклянные глазик и по нему сделали еще выемку туда в губь чтобы совсем у нас глаз не торчал на улице вот такой прозрачный у меня есть такие вот сфотографированные глаза сфотографированные зрачки вместе с радужкой я выбрала рыжий цвет блестящая бумага для фотографии и просто прозрачным клеем приклеиваю к кабошоном ну вот у меня уже подсохший здесь глазик такой там на радужке есть градиент света то есть зрачок черный а на радужке сверху темная снизу светлая все так как у настоящих глаз поэтому мне нравятся они готовы смотрятся они живенько в игрушке можно делать ну вот приклеиваю сделала ямку и клеем момент приклеиваю уже готовый класс вместе с картонкой убираем все лишнее приваливаем чтобы у нас глаз все-таки там ямки лежал все почищаем и сейчас забиваем вот это окружение вокруг стеклянного глаза белой шерстью комочки делаем пушистые и приваливаем прямо на месте не толстый слой но он должен быть ровный там не должно быть никаких проплешин никаких бугорков это должна быть просто ровненькая беленькая плоскость приваливаем с одной стороны глазик у нас приклеен на клей для глазика мы сделали специальную ямку еще внутри вот этой всей глазницы вот и со второй стороны точно так же делаем приваливаем такое облачко и выравниваем чтобы у нас это плоскость была беленькая представляете у вас шерсть будет торчать из глаз вот поэтому но и у вас у заготовки конечно поэтому все иголочки аккуратненько иголочка у меня в руках 38 номер люблю и вообще все иголочки я покупаю в магазине леонардо мне нравится этот магазин потому что там знаете зайдешь это можно остаться жить но все хочется всего много такой выбор огромный для любого вида рукоделия ну и конечно фирма гамма это моя любимая фирма хорошее качество вполне доступная цены которые удобно вот так второй глазик прикладываем века но еще почистим то что не понравилось вот такие у нас глазищем блестящие яркие снизу сделаем на прямо на белую шерсть на белки еще рыжей шерсти это будет нижняя века прям на месте я так показал что приваляю но я уже приваляла это века вот она ведь это полоска ровненько вот чтобы у нас чистенький край был не лохматился так на обо у нас еще одна полоска не доделана ведь она я делаю симметрично по центру и по краям две желтенькие вот с одной стороны у меня желтенькая полоска не доделаны вот так и снова облачко сделали приваляли так ровненько 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 и уваливаем хорошо чтобы она потом когда будем делать ворс когда будем работать обратной иглой когда все это будем взлохмачивать чтобы у нас это шерсть не оторвалась она сейчас уже намерто ввалена в голову она ввалена к основе эти полоски таки хотя конечно здесь еще не совсем уваляло я еще вернусь к этому месту так вот веки которые мы делали к ним я уже приклеил реснички вот приготовила я заранее другие кукольные но они мечут и не понравились поэтому я купила настоящие человеческие накладные ресницы и клеем кристалл приклеила эти реснички на веки веке у нас были сделаны одинаковые не очень толстые не очень тонкие очень плотные ровные снизу приклеила на одинаковом расстоянии одинаково симметричные реснички и накладываю на глаз и уваливаю по контуру вот как вы приложите века как вы его уваляете у вас вот выражение глаз от этого зависеть поэтому когда будете приваливать смотрите что вы хотите глаза с пополокой хотите томную красавицу если поднимите откроете круглой века вот удивленный взгляд экспериментируйте то что вы хотите в этой получить ну так накладом сверху и начинаем приваливать нашу задумку как вот мы хотим нас наша красавица будет с полу открытым веком с такой прищуренным взглядом в итоге эта томная красавица надеюсь получится именно такая какой я ее задумала реснички в этот раз хорошо подошли такие очень ярко выраженные очень крупные те которые для игрушек для кукол они оказались в цвет потерялись и они были маловаты коротковаты не отложила вот они лежат у меня под рукой они продаются такой длинной тесьмой ресничный удобно конечно но не для этой заготовки но все эти да все эти рукодельные приспособления это все магазин леонардо ну вот она такая пока серьезно очень девушка очень грустная наверное и уже это все надоело подравниваем почищаем ведь немножко можно приподнять хотя она все равно их немножко прикрывает похоже то что хочется сделать подберем еще почистим всегда когда вы работаете все равно есть какие-то еще недочеты где-то еще неровности поэтому всегда почищаем разными иголочками так где-то у нас еще добавить надо белой шерсти на нижнюю губку чтобы у нас получился маленький остренький подбородок где-то мы еще добавим шерсти на щечки может быть они не очень круглые не очень пухлые где-то соединение разных деталей может быть надо прикрыть добавить то есть это все в работе надо учитывать надо смотреть чтобы получилось конце концов рисунок рельеф чтобы поверхность ровная было чтобы получилось то что хотелось и в конце концов это смотрелось красиво чтобы кошка была похожа на кошку собака была похожа на собаку вот такая тщательная обработка хотя нижняя часть головы еще ведь и не очень увалена но мы здесь будем соединять ее с каркасом мы еще будем здесь резать эту голову поэтому тут особенно я не вырабатываю вот так вот тоненькой иголочкой это 38 игла звездочка уже отрабатываем остатки у нас я говорил что мордочка расчесывается ворс на мордочке мы делать не будем веки нос и мордочка у нас остается гладкими вот это ворс о котором я говорила да как то так вдруг кошка вся распушилась это обратная игла вот она у меня в руках там зубчики расположены наоборот в обратную сторону если все иглы вминают вталкивают шерсть уваливают ее делают плотной это игла шерсть выдергивает обратно то есть она выдергивает и делают вот такой ворс то есть голова у нас получилось эти лохматая можно выдергивать длинные я ограничиваю пальцем несколько зубчиков один-два зубчика чтобы ворс не был охматым чтобы просто сохранить пушистость и потом уже конечно проходишь всю голову полностью всю плоскость полностью и уши и щеки не беленькую мордочку а щечки вот это все и расчесала зубной щеткой обыкновенной она мягонькая щетка жесткая она делает видите прическу такую все что где-то торчит все что не нравится вот а вокруг век вот эту лохматость мы обратно прибиваем уже обыкновенной иглой бой 38 потому что лохматая шерсть на глазах нам не нужно вот мы вдоль нижнего века всю лишнюю шесть прибили обратно там у нас получается гладенькое такое тело и по верхнему веку тоже всю лохматость весь этот контур прошли чтобы сохранить рельеф глаза рельеф века все это приваляли обратно тоненькой полоской гладенькой ограничить века нужно от ворса чтобы его было заметно ну вот такая киска у нас приготовилась теперь последние штрихи покрасим века девочки которые занимаются макияжем своих глаз каждое утро они с этими вещами знакомы и такие конечно у них краски не такая тушь но макияж накладывать умеет а здесь все просто мы берем ушную палочку краски художественная постель это сухие краски постельные разного цвета вот черной краски просто подкрашиваем верхние века делаем такое наверное называется смоки макияж вот нижние века опозначили и слегка еще поправили тонкий контур сверху снизу реснички чтобы почернее были глазки сделаем глаз взгляд более глубокий вот чуть-чуть поправим ей носик еще контур носика поярче вот и дальше мы с вами будем заниматься одеждой вот она красавица готова небольшой курносый носик легкая лохматость причёсанная следующее видео у нас будет каркас для этой куколке там все очень просто и коротко и дальше мы готовим одежду всем спасибо и и Продолжение следует...